Так что такое благочестие? Благочестие — это то, что человек сделал хорошего для других, прошлых жизней, его поступки скапливаются в сердце и являются основанием для голоса совести, даря счастья или удачу человеку в жизни. Сколько он хороших делал в прошлом совершенстве, сколько удач в его жизни. Но удача в жизни не указывает на то, что человек развивается. Бывает, что люди рождаются в очень хороших семьях, у них большие способности, они имеют склонность и силу влиять на других людей, у них талантливые, у них очень хорошая память, хорошая речь, у них сильные возможности понимать ситуацию и так далее. Это признаки благочестия. Но это не значит, что человек, который всё это имеет, он при этом сохраняет совесть. Не всегда способности дают человеку возможность быть честным человеком. Часто люди получают много богатства, власти, влияния, они теряют совесть, теряют отношения к правильной с собой. Поэтому не факт, что очень много благочестия является признаком того, что у меня будет развитие правильной жизни. Конечно, это приведёт к такой жизни и без забот, и так далее. Но если ты не работаешь над собой, не развиваешься, а совесть потеряла, то это приведёт к страданиям со временем. Какой бы ты возвышенной, сильной, могущественной личности бы не было. Мы знаем много примеров, когда человек много лет управляет целым городом и целой страной. Но если он ворует, ведёт себя нехорошо, как грешник, то его свергают потом, и он страдает. Мы знаем такие примеры. То есть изначально человек может видеть очень много благочестия, и ему Бог даёт власть, силу, влияние, хорошую жену, хорошего мужа. Но если мы при этом не работаем над собой, расслабляемся просто, результат один и тот же. Всё равно потом страдаем. Поэтому благочестие или возможность быть счастливым, идущая из судьбы просто, это хорошо, но не всегда помогает. Надо ещё учиться голову на плечах иметь, учиться понять, зачем нужна жизнь, не для того, чтобы растрачивать своё благочестие. Эх, гуляем на все! Нет, не для этой предназначена жизнь. Она предназначена для того, чтобы очистить своё существование, стать возвышенным человеком, пока человек больше может сделать для других людей. Но если он не делает этого, тогда он больше и отвечает за свои поступки. Берлий человек меньше может для кого-то сделать, но если он справедливо живёт, то получает счастье так же, как и богатый. Иногда человек имеет целые дворцы, но он несчастен. Потому что счастье — это что такое? Счастье — это взаимоотношения с совестью и с окружающими людьми, то есть со своей совестью и с совестью других людей. Счастье означает близкие отношения, означает глубокая жизнь, наполненная взаимностью. Если у человека нет таких близких отношений, как он будет счастлив? Мы все улыбаются, ты видишь, все пользуются на коленках там, под обосстрастие там все «да-да-да-да-да-да-да-да», всё для него делают. И он чувствует комфорт. Ну комфорт — это как сон. Ощущение морязности, такой комфортности в жизни, что «всё классно, у меня меня все любят». Но это не любовь. Это просто сон души, который, наверное, не поздно закончится, потому что любовь — это взаимность, она создаётся из служения. Если ты служишь другим людям, тогда они служат тебе. Отношения становятся искренними, честными между людьми. Но если тебе просто служат, ты балдеешь от этого, кто это несчастье? Это иллюзия счастья, близко к счастью. Потому что счастье соткано из глубоких, честных и чистых отношений. И для того, чтобы иметь такие отношения, иногда нужен стресс. Потому что стресс, он меняет направленность жизни. Мы учили правы прямо в своей направленности жизни. Мы до последнего будем идти в ту сторону, в которую мы идём. Для того, чтобы нас повернуть в другую сторону жизни, иногда в судьбе приходится применять большую силу. То есть, всё улучшится в жизни, всё, всё, и это, и это, и это. И только после этого человек меняет направленность жизни. Итак, один век счастья по судьбе идёт от благочестия. Вот мы делали хорошие поступки, заботились о других, выполняли свои обязанности перед людьми, перед семьёй, перед детьми, перед обществом. В этом случае судьба или сверхдуша и сердце постоянно посылают капельки счастья, и человек живёт спокойно в мире, не беспокоится в ночь. Это один вид счастья, который приходит из благочестия, просто по жизни. И большинство людей именно такой жизни едят. А есть ещё другой вид счастья, который приходит из того, что мы прямо сейчас живём правильно, мы прямо сейчас хотим делать хорошие дела, мы прямо сейчас молимся, работаем над собой, помогаем другим и так далее. И тогда сверхдуша немедленно на это реагирует, она даёт счастье сразу же и откладывает счастье ещё и на будущее. Три реакции происходят у того человека, который делает добрые дела. Первая реакция, у него появляется привычка делать добрые дела, и не уравнивается. Вторая, у него улучшается настроение, удача приходит в жизни, потому что счастье, которое от нас исходит, если от нас исходит счастье, хорошее настроение, то это привлекает людей и делает нашу жизнь лучше, чище, светлее и качественнее. Если вы не можете найти работу, причина заключается внутри. Ваш настрой, настроение, у вас нет силы, привлекательности. Часто человек хочет очень сильно работу, это означает, что он им недостойен. Потому что, когда он им недостойен, он просто заходит, работодатель улыбается, и говорит, я ищу работу. Значит, у него же сильно улыбается, не привязан, ему говорят, у нас нет нужды никому. Он говорит, ну ладно, я пошёл. И рад вас видеть, познакомиться. И от него исходит такая вот желательность. И работодатель, ну блин, нам какие-нибудь нужны. И он говорит, слушай, а какая специальность у тебя? Он говорит, вот такая. Ну давай я посоветую с начальником. Он советуется, и говорит, нет, нам нужен такой человек. Другой приходит, кто из вас работодатель? Кто вот, я говорю, на работу выберет. Давайте сейчас меня, на работу. Какая работа у вас? Поорганизуем тренинги. Тренинги. И нужны тренинги. Или там нужны менеджеры. Менеджеры по работе, да? Вы знаете, у меня много очень... Вы слушаете меня вообще? Вот. У меня много очень дипломов тренеров. Вот. и я точно вам очень нужен. Вот слушайте, пожалуйста, я сейчас все расскажу. Вот. Вообще, вы знаете, у меня столько резюменов. Сейчас я вам открою. Вот смотрите, пожалуйста, считайте вот здесь. Вот. Вот здесь меня хвалят, как тренера, и вот здесь. А вот у меня есть диплом, вот такой. возьмите меня на работу. Извините, я пока сомневаюсь. Ну? Ну, пожалуйста. А ну, тогда точно нет. Вы поняли, о чем я говорила? Или нет? А если у человека не хватает благочестия, он скулит, как щенок перед судьбой. А когда у человека хватает благочестия, он вообще ничего не беспокоится. Знаете, как женщина выходит замуж? Вот сначала она стонет, хочет замуж, стонет, перед судьбой. Сейчас расскажу про одну девушку, у которой очень тяжело карьер была для замужства. Она там, я приезжал в ее кольт, она постоянно мне говорила, Олег Геннадьевич, ну, она знакомая, не смогла. Вот я говорю, вы все выполняли? Вот все, что, рекция, все выполняли? Она говорит, все выполняем, замуж не берут. Год прошел, я говорю, продолжайте, наполняем. Вся бредная ходит такая. Вот, дальше год еще прошел, приезжаю опять в этот город. Я говорю, ну, как дела? Она говорит, плохо. Все, закончу, все подружек куча, всем служу. Замуж не берут, даже не смотрят, мужики, даже не смотрят. Я говорю, ну, надо продолжать, замуж сомневаясь. Потому что, вообще никогда не берут, замуж. Продолжает. На следующий год приезжаю, опять никакого результата. На четвертый год приезжаю, такая счастливая, улыбается, чеки румяны такие. Я говорю, что, замуж вышла? Она говорит, да нет, я просто, ну, так поняла, как правильно жить, я начала любить подружек, заботиться обо всех судьбов. Мне так хорошо стало. Я думаю, все, скоро познакомится, сто процентов. И так вот произошло. Прямо буквально несколько месяцев прошло, и все, женихи появились. Замуж не беру, потому что я тебя хочу замуж. Та отвечает, нужда, недостойный человек, нуждающийся. Ой, ты, дурочка моя, трубочка, да чей боже искудала фигурочка, или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Настояние у тебя истерическое. Помогите, да, на тебе кременский музыкант? Видите, ожидание счастья приводит к поражению. Я хочу замуж, значит, и выйду замуж. Если я служу людям, не заботимся обо всех, проявляя женскую природу, и в тот момент, когда я победила судьбу, когда благочестия стало достаточно, чтобы быть счастливой внутри себя, тогда все на меня смотрят. Можно, знаете, делать счастливее и работает система. Работает, когда есть настоящее счастье внутри. Поэтому женщине перед тем, как выйти замуж, надо сдать экзамен своей. Но если она будет плакать, сидеть, это будет стресс уже. И стресс означает скупость сердца просто, скупость внутри, нежелание трудиться просто. На кухне много грязи. Надо идти работать. Когда у меня легкий, значит, когда у меня кухня будет чистой. Число скажу тебе. Я не знаю. Все зависит от того, как вы будете ее очищать. экзамены, но однако в судьбе бывают хорошие периоды. Если человек не справляется с собой до этого периода, то даже в этот хороший период ничего не происходит. Вроде все посматривают, но никто не берет. Поэтому то, что я говорю, допустим, когда у меня будет хороший путь, ну вот тогда, через два года, хорошо. Не значит, что выйти замуж. Вы успеете издать свою замену. Донимите девушке, кто не замуж. У вас хороший период через полтора года, девушка. Да. Но это не значит, что выйти замуж. Все зависит от того, насколько вы работаете над собой. Ну понятно, куда деваться-то. Если вы уже знаете. критическая неправка внутреннего счастья остается надолго, то постепенно человек входит в стрессовое состояние. В стрессовое состояние он теряет веру в то, что он вообще когда-либо вновь может стать счастливым. Ему кажется, что он теперь всегда будет несчастным всю жизнь. Это длится очень долго. Но пока человек не поменяет цель своей жизни, он не выпьет из стресса. Этот экзамен судьбы до тех пор будет существовать, пока человек не обретет знания, как может правильнее. Сверхдуша или источник счастья внутри нас не будет нам вызывать должность порции счастья. Есть три основные причины развития стресса. Первая причина неправильное отношение к себе и к своим родственникам. Вторая неправильное отношение к окружающим миром, обществу, природе. Третья неправильное отношение к законам мироздания и большим силам. Когда человек неправильно относится к себе и своим родственникам, то у него не строится личная жизнь. Когда человек неправильно относится к обществу, то у него не строится общественная жизнь. Когда человек неправильно относится к природой у него не складывается со здоровьем. Когда человек неправильно относится к законам этого мира, то тогда у него в жизни возникают тяжелые ситуации, неожиданные потрясения. Когда человек неправильно относится к высшим силам, тогда у него нет защиты в жизни. Ко мне одна женщина подошла и говорит, «Олег Иначе, у меня три раза изнасилование, уже сколько можно». При этом я, говорит, не гуляю, по дискотекам не хожу. Все эти изнасилования произошли, одно – в подъезде моего своего собственного дома, второе – на улице просто среди белого дня и так далее. Нет защиты у человека, у него не защищен человек. Значит, нет связи с Богом сильной. Нужна связь с Богом, что таких вещей не происходило. Нужна молитва защиты внутри. Все это нужно человеку. Если этого нет, наступает стресс, чего-то из этого нет. Стрессы бывают трех видов. Бывают легкие стрессы. Называются стрессовыми реакциями. Это ситуации. Ну, допустим, несколько месяцев или дней трудно жить. Какая трудность возникла, потом пришла. Но это не то, что это испытание судьбы. Это просто временные грехи, не слишком опасные. В средней степени тяжести, стрессы возникают в результате удара судьбы, с которыми удалось справиться. Например, ушел из жизни близкий человек. Вы уже знаете, как молиться, что делать. Правильно все это дело сделали, то не сильно пострадали. Судьба подмяла немножко, тяжелее жить стало. Здоровье чуть подпотвилось, но человек восстанавливается по тех пор. А вот тяжелые стрессы или стрессовые состояния, когда стресс длится больше полутора лет, это стрессовое состояние уже. Вот эти вещи возникают в результате того, что я чего-то не понимаю в жизни. И пока я этого не пойму, то стресс будет продолжаться. Причина таких состояний является неправильная вера. Например, девушка влюбилась в парня, и она верит не в Бога, а в парня. Человек верит в то, что дает ему энергию любви. Ну, то есть молодой человек хороший парень такой, классный, она в нем влюбилась, и он хорошо себя ведет с ней. И она, когда человек любит, то начинает поклоняться объекту любви, она начинает поклоняться ему, думать о нем очень восхищенно, обожествлять его. Когда человека обожествляешь, он начинает гордиться собой. что происходит, он пренебрегает, начинает тем, кто находится рядом. Вот эта очень сильная, восхищенная любовь к человеку всегда приходит в перегоне к поражению в жизни. Есть какая любовь? Есть хорошая, чистая, светлая любовь. Но Бог выше все равно. Но если ты обожествляешь человека, ты его путаешь с Богом и думаешь, что от него зависит вся твоя жизнь, то это означает, что он обязательно тебя просит. Неизбежно. Давайте поэкспериментируем, поизучаем эту тему. Поднимите руку, вот кого из вас так сильно, беззаветно кто-то любил. Вот тут девушка, допустим. Это вообще, ну-ка, микрофончик, я имею в виду. Есть микрофон. Так, давай, ты сюда микрофончик. Как вам вопрос? Вас это не мучило вообще? Я не мучила. А? Я не мучила. А? Вы вместе теперь с этим все? Да. А почему? Ну, потому что это тяжело. Быть реальными таким человеком. И ему тяжело, ему тоже нужно было научиться. Ты почему бы позвонила мне вчера? Ты понимаешь, что мне очень хорошо надо? Можно понять. И вообще, как бы, пожалуйста, не смотри так на других мужчин. Вот. Я не могу это вытаскивать. Ты со мной пойдешь завтра вот туда-то или нет? Нет времени. Что значит, нет времени? Я не смогу без тебя пойти. И так бесконечно. Понимаете, человек? Просто с ума сводит другого человека. Просто с ума сводит. Понимаете, да? О чем я говорю? И это становится в какой-то момент просто невыносимым. Просто невыносимым. Потому что от тебя хотят больше, чем ты можешь дать. Иногда люди подбегают ко мне, хватают меня за руку и говорят, Помидите. Помидите мне. Я не могу обидеть. Помидите. Только вы можете мне помочь. Пожалуйста! Даже если каким-то образом не так человек в инспекте, то есть он будет вести себя сдержанно, что будет внутреннее вот это растворение, оно тоже очень хорошее состояние. А кто вот такую испытал сильную любовь от близкого человека, вот такую, но он просто жарил своей любовью, ну то есть слепая любовь такая. И остался вместе. Поднимите. Есть ли какие-либо? Ну вот давайте, Матучка, расскажите, что там было у вас. Что вам сказать? Ну вот как вам удалось вместе остаться? Ну расскажите. Ну видимо, так получилось, что у нас была взаимная любовь. Просто так получилось, что мы влюбились очень-очень серьезно. И как бы я это ощущал, она это ощущала и все прекрасно. Вот так, все просто. Но порой то есть было такое чувство, что были небольшие как, не то что страдания у нее, а переживания. То есть у нее были переживания по большей части, что я ее почему-то разлюблю. То есть что она не достойна меня. Ну какой-то психолог был у нее на то время. Но это тоже прошло. Видите, такое тоже бывает иногда. То есть иногда они выживают в такой ситуации. Но это тоже сопровождается трудностями потом. Трудность знаете, в чем заключается? Не в том, что как бы я предупрекаю вам какие-то проблемы в отношениях. Нет. Ну вы уже 10 лет вместе уже. Все, я к вам левый хуй вы. Да. Трудность к другому. Вот так смешно. Все смешно. Все смешно. Как и все со сменяли. Но это не смешно, это не смешно. Я вам сейчас вспомню песенку. Был такой великий поэт, писатель. И у нас как-то в советской эстраде тоже его песенки пели, но не понимая смысла до конца. Когда человек уходит из жизни, если человек, в котором ты жил, светлую жизнь, никаких проблем нет. Это вызывает очень сильное чувство, которое невозможно пережить. Часто люди потом погибают от того, что близкий человек ушел из жизни, и тебе тоже приходится уходить за ним сразу, что не можешь вытерпеть разлук. Всегда сильная привязанность к человеку вызывает страдание в конечном жизни. страдание. Потому что люди, когда верят друг в друга, они верят не в Бога, они верят не в то, что вечно, а в то, что время. Мы не сможем быть вместе вечно. Нам придется расставаться. Но есть люди, удивительные люди, возвышенные люди, которые способны переносить разлуку очень сильно, с сильным сердцем. Но для этого нужна Богная развитость. Такая возможность переносить разлуку возникает из-за того, что человек очень сильно привязан к Богу, к Высшему привязан очень сильно. Он не Богом считает своего близкого человека, который поклоняется ни жене, ни мужу, а у него объект поклонения выше. Когда мы как бы создаем себе кумира, то есть когда мы поклоняемся детям, мужу, то это все равно приводит к стрессу рано или поздно. В данном случае между вами не была та любовь, о которой я говорю. Она может бывать сильная, но есть такой вид любви, когда человек обожествляет своего близкого человека. Понимаете? Он воспринимает его как абсолютный источник счастья, без которого он не сможет прожить. Поэтому люди симпатизируют и испытывают счастье друг от друга. Но бывает они влюбляются так, что они слепо настроены очень. Так бывает, мать очень слепо любит своего ребенка, и она его балует, начинает от него растать эгоистом. Если молодой человек слепо любит девушку, она в конце концов его бросает, она становится эгоистой. Когда объектом нашего поклонения становится человек, он не может выдержать такую нагрузку психическую. Ну, если вы в жизни испытали это, то вы понимаете, о чем вы говорите. Но вот есть один удивительный человек, который правильно относился к близкому человеку. когда пришло время ему оставлять тело, выходить из жизни, он для близкого человека написал стихи, которые потом сделали песни у нас в русской эстралии, не понимая, о чем речь тогда еще. не понимаете. А речь была именно о уходе из жизни. «Я уплываю, и время висит меня с края на край, с берега к берегу сон, в реку перед трупом прощай. ты посмотри, ты посмотри без отчаяния, смех побеждающий вечным законом, это любовь моя, это любовь моя». Понятно, да, о чем песенка? Вот песенка не о том, что мы типа расстаемся и вот прости, друг, прощай, посмотри без отчаяния. Нет, это такое. Про то, что люди светлую жизнь прожили, и теперь еще и светлое расставание их ждет. То, что расставания нет, люди могут расстаться и остаться вместе, только навсегда. В памяти, память соединяет людей. Почему люди после ухода близких людей испытывают стресс? Потому что они научились жить внутренней жизнью, в отношениях. Часто мы любим друг друга внешне, улыбаемся, говорим теплые слова, но в сердце мы друг друга не прочувствовали, не поняли. А именно в сердце, когда мы чувствуем друг друга, тогда и настоящее отношение начинается. И именно из-за того, что мы не чувствуем друг друга в сердце, наступает стресс. Часто бывает так, что девушка думает, что мой муж любит меня, а потом бац, он ушел. Поймите, что если в сердце отношения установились, никто ни от кого не уходит. Уходит, потому что ничего не было, было все внешне. Внутренние отношения, когда возникают, все это невозможно бросить. Любовь невозможно оставить, бросить. потому что она всесильна на человека. Ее невозможно потерять. Когда человек близкий исходит из жизни, ты продолжаешь с ним связанным оставаться. Ни идти вниз времени. Запомните, люди могут вместе прожить только в том случае, если они сердцами соединены. Как это проверить? Можно сделать такой опыт. Допустим, вы закрываете глаза и вспоминаете близкого человека. Если вообще не вспоминается, значит, что чаще всего и бывает, значит, у вас нет никакой связи в сердце. У вас только судьба просто связана, и все. Иногда люди вспоминают обиды друг на друга. Это значит, у вас отрицательная связь. А если вы закрываете глаза, вспоминаете близкого человека. У вас светлая память о нем. Это значит, что у вас есть связь с сердцем. Когда эта светлая память есть, то человек близкий уходит из жизни. И эта светлая память также и остается. И больше ничего другого не остается. И потому нет тяжести в сердце от ухода близкого человека. Тяжесть возникает от того, что не было никаких отношений. И поэтому надо понять, что только когда вы сможете искренние отношения строить, это значит, что есть связь с сердцем. Это значит, что вы можете сесть друг с другом и искренне открывать свое сердце, свою веру, свое понимание жизни близкому человеку. И он будет воспринимать и понимать. В основном люди не могут так искренне общаться. Когда такой разговор начинается в себе, не говоря друг другу, значит некогда, давай поговорим в следующий раз, или мне это неинтересно и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Что часто с близкими людьми мы не можем поговорить о самом главном, потому что у нас нет отношений глубоких в сердце. У нас есть просто наслаждение друг другом, что мы называем любовью, и что по факту любовью не является. Любовь – это когда мы служим друг другу до такой степени, что сердца открываются и становятся близкими. «Серебряные спальни, не гаснущий костер, серебряные спальни, душевный разговор, душевный разговор». Не по разговору, а «бла-бла», а «хоккей», а «душевный», означает о самом главном, о глубоких вещах жизни. Это непросто добиться в жизни, непросто. И тогда не будет стресса при уходе близкого человека. Но если мы наслаждались временем, с ним испытывали счастье, просто балдели, живи хорошую жизнь, но рук его не вставал. Наступает стресс. «Стрессы тяжелые могут быть преодолены своими силами, если силы человека связаны с Богом». Если человек не связан с Богом, но наступала стрессовая ситуация, и он преодолен своими силами ее, это значит, что у него легкий стресс. Например, мне одна женщина сказала, «Олега Геннадь, вы говорите, что тяжелые стрессы не преодолены своими силами. У меня ребенок заболел противополением легких, я взяла, начала его лечить и вылечила, хотя у меня был стресс». Это называется легкий стресс. Теперь второй вариант. Ребенок заболел воспалением легких. Я начала лечить и не вылечила, пошла к врачу и вылечила. Это стресс средней тяжести. А вот когда ребенок заболел воспалением легких, я его сама не вылечила, пошла к врачу и врач не вылечила. Ребенок болеет все тяжелее и тяжелее. И человек теряет себя, он уже не знает, что делать. И он начинает молиться, 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 молиться. Раз, ребенок начинает уехать, у него выздороветь. Это значит, что человек тяжелый стресс победил свою силу. А если человек не знает, как молиться и побеждать судьбу, то ребенок может просто умереть, оставить тело. Тогда стресс разорвется по полной программе, и он будет дальше длиться. Может быть год, а может быть два, а может быть три. И человек будет кривить свою судьбу, и думать, что у него все плохо в жизни, что жизнь не удалась и так далее. Но смерти нет, понимаете? По судьбе положено человеку уйти из этого тела, он получает следующее. Обычно дети, которые в детском возрасте уходят из тела, они уходят на высшие планеты. В этом мире есть высшие планеты, где люди испытывают счастье, низшие или, как говорят, ад, где люди страдают. Но дети, которые уходят из жизни в раннем возрасте, за что они будут страдать? Они еще ничего плохого не сделают. Человек начинает совершать поступки только после полового созревания, когда у них появляется самостоятельность. А до этого времени он ничего не делает. Все делают его родители. Поэтому они не страдают, они уходят на высшие планеты, и там испытывают счастье. Родители скорбят, потому что нет связи с ними. Если бы в сердце была свет с ребенком, он ему сразу обрадовался и перестал оскорбить. Но люди скорбят по двум причинам. Первое – хочу наслаждаться ребенком, его близостью. Второе – не вижу его, не чувствую. Нет сердечной связи. Поэтому страдаю. Ну что, страдать за того, кто из другого части? Какой смысл страдать за этого человека? Ко мне подошел один человек. Я читал лекусы и помню уже, когда я помню в Казани, или в Волгограде уже забыл. Постоянно езжу читать лекусы. Все сливается на одну картину. Итак, ко мне он подошел и сказал, Олег Геннадьевич, у меня один за другим погибли все дети и жена. Как мне быть счастливым в такой ситуации. Я не могу жить. Я тоже хочу уйти из этого мира. Я говорю, ну смотрите, давайте разбираться. Фотографию показываете жену. Ну, показала. Говорю, ну жена Анны на высших планетах. Она у вас очень многочастливый, любезный человек была. Вода, она испытывает счастье. Я это чувствую. Он говорит, я тоже. И так мы разобрали всю семью и все испытывают счастье. И вот тогда почему вы страдали? Он говорит, вы подтвердили меня тогда. Спасибо вам большое. Залыпался, прошел. Нет смысла страдать. Все близки испытывают счастье. Он был очень проблемный человек, непростой человек. И в этот момент он просиял изнутри. То, что он понимал сердцем, а не понимал умом, теперь понял умом, и он успокоился в сердце. Он понял, что смерти нет. Я ему также объяснил, что он связан также с этими родственниками со всеми. Я им подписал их характером его родственников. Я говорю, вы связаны. Вы же их чувствуете каждый день, этих людей. Он говорит, да. Но почему тогда вы беспокоитесь? И один вопрос у него остался. А для чего это мне все дано? Почему так я должен жить? Я ему объяснил, что вы в прошлом очень занимались серьезной духовной практикой. И Господь, и были отреченным человеком. И в этой жизни вам опять Господь устроил такую ситуацию. Вам надо принять отречение и заниматься духовной практикой. И он говорит, я так и думал. И пошел. Но это так всегда складывается. Необычно. Главная девушка тоже, она ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж, я посмотрю на нее? И говорю, никогда. Не первый раз в жизни так сказал. Она говорит, правильно. А что мне делать? И я такой подумал, говорю, какие-то мастыли. Она говорит, правильно. И залупалась. Я это знаю. И пошла. Если человеку не суждено жениться или выйти за ланж. Это тоже уже предусмотрено Богом. И Бог дает понимание, зачем нужна такая жизнь и для чего. В этом мире нет поражений. Понимаете? Не то, что человек совсем охотственный и несчастный. В этом мире нет поражений. В этом мире только есть и знание того, за чем я живу. И все. А этой девушке Бог дал знание. Поэтому она не страдает. Она счастливая. Некоторые люди думают, что в монастыре это страдание. В фильмах показывают, они все плачут. Там ходят. Бред полный. Отреченная жизнь в тысячу раз более сладкая, чем семейная. В тысячу раз более сладкая. Там больше глубины чистоты в отношениях по всем. Отреченные люди в тысячу раз испытывают больше счастья, чем мы. Но нам это понять невозможно. Это не наш уровень понимания просто. Понятна система или нет? Непонятно. Непонятно. Но ничего. Это тоже нормально. Поэтому большинство людей положено все в жизни. Просто если Бог не сделал вас избранниками, а если Он сделал вас избранниками, он вам в сердце об этом расскажет. Вы почувствуете это. Но если Бог вас не сделал избранниками, значит вам все положено. И замуж, и работа. Просто пока не сдана отзывами. Еще один случай вам расскажу. Есть один знакомый. Он попал в аварию. И тоже, кстати, встретился с ним на моих сердцах рядом. Он попал в аварию и обездвижен стал молодой человек. Первое, что с ним произошло, это стресс. То есть он, ну, он же в деревне с мамой. Молодой парень двигаться, ну, не может, не ходить. Может сидеть руками, там как-то сидеть, там что-то делать, но ходить не может. Он попал в стресс и страдал очень сильно, потому что ему хотелось личной жизни, хотелось работы, успехов в жизни. Ничего этого невозможно сделать. Все, быстрее на всю жизнь. Ну, как вы знаете, так произошло, что он необычный человек. Он понял замысел Бога. И он начал изучать, как правильно жить. Начал слушать лекции, начал молитву. И постепенно в своем сердце он почувствовал спокойствие. Он понял, что вот именно в таком состоянии он и сможет реализовать себя больше всего в жизни. Представляете, удивительное такое понимание в сердце его пришло. Кажется, что реализовать себя можно, когда у тебя есть руки, ноги, глаза, возможности все, связи там, деньги. И только тогда ты можешь реализовать. Но этот человек понял, осознал, что именно в этом состоянии он лучше всего себя в своей жизни реализует. Он осознал замысел Бога. Потому что каждый человек, который попадает в стрессовую ситуацию, возникает это только потому, что это самая лучшая ситуация в его жизни. Для того, чтобы он развился как личность. Самая лучшая ситуация. Но не все это понимают. Некоторые люди за всю жизнь это не понимают. Им в следующей жизни опять эту ситуацию даете. Так много раз. Подряд, пока человек не сдаст этот экзамен. Так что произошло с этим молодым человеком? Он воспрямил Богом. Он начал чувствовать счастье внутри. Начал жить. Просто жить. И один раз к его матери пришла соседка посоветоваться. Мать ей что-то сказала. И эта соседка посмотрела на него. Увидела сияние в его глазах. И она спросила, ты как считаешь? И он ей сказал, как он считает. И это получилось именно так. А потом пришла еще одна соседка. Потом в соседней деревне. И так пошли люди бесконечным потоком к этому человеку. За советами. Он был целый день занят. Он постоянно советами давал людям заботиться обо всех. Служил людям своим знаниям, своим мудростью. Там был молодой парень. А дальше одна девушка, молодая, красивая девушка, решила помогать его маме. Заботиться о нем. Потому что она убедила, когда пришла с советами, что не справляется она. Ей надо готовить и стирать, там убирать. Не очень. Она уже в возрасте пожилая не справляется. Она начала заботиться. И потом сказала, может тебе меня замуж взять? И он говорит, ну как я тебя возьму замуж? Я не маленькая, ты красивая девушка. Я не могу тебя взять замуж. Она говорит, ну я все равно буду здесь заботиться, пока не возьмешь. Так и получилось. Пришлось ей взять замуж. Она была в устойчивую очередь. Так организовалась вся его жизнь. Теперь спросите меня, кто более счастлив, этот инвалид или я? Задайте мне этот вопрос. И ответ вы получите в своем же сердце, что однозначно этот инвалид более счастлив. Однозначно. Банга тоже не имела глаз. Была счастливейшим человеком. Потому что люди шли к ней. Она была очень востребована. Потому что она сдала свои экзамены уже ранее в детстве. И так проблема заключается только в нашей скупости. Мы хотим больше, чем нам положено. И поэтому скулили постоянно в своей жизни. Страдаем. Мы не хотим принять то, что есть. И именно это является самым лучшим в нашей жизни. Мы не хотим это принять и понять. Есть еще один пример. Одна девушка. Она занимается выполной практикой. Ее родители тоже занимаются выполной практикой. Но родители в нее работают. Она живет в Новой Исландии. И тогда, когда я познакомился с этой семьей, ей было 18 лет. Она слила на коляске. И она ломбалась для меня. И когда я спросил про детей. А как она живет? Они мне сказали, как она живет. Что, когда она уходит на работу, они вывозят ее вместе с девушкой, которая прислуживает. На улицу, возле подъезда. И оставляет в коляске там. А потом люди начинают один за другим идти с ней поговорить. И делать то же самое. И она дает людям знания. Высказывает, как жить, советы дает. Целый день. Потом рекомендуется вот это. И она счастлива. И так счастье находится в отношениях у человека. Счастлив человек, когда у него есть глубокие отношения с этим миром, с людьми. Чистые и светлые отношения дают счастье. Не деньги, не богатство, не успех, не связи. А чистые и светлые отношения дают счастье. И они же дают победу, но тяжелую судьбу. Итак, стрессы, которые можно победить только с помощью милости Бога и возвышенных людей и святости, называются тяжелыми стрессами. Трудности жизни бывают четырех видов. Первый вид – это незначительные трудности, преодоленные своими силами. Второй вид – это средняя тяжесть и преодоление с помощью разумных людей. Не с помощью психологов, астрологов, консультантов, как мы сразу бежим. Семейные проблемы с семейным консультантом бежим. Семейные проблемы преодолеваются с помощью людей с добрым сердцем. Вы пытаетесь это понять, потому что через доброе сердце идет знание Бога. Не через тех, которые выучились на семейного консультанта, а через людей с добрым сердцем. А если бы так совпало, что у человека, который выучился на семейных консультантах, еще и доброе сердце, тогда совсем хорошо. Он еще имеет и знание, что сказать. Но через доброе сердце знание к любому приходит. Поэтому нужны мудрые люди. Не психологи, астрологи, консультанты, а просто в жизни нужны мудрые люди. Выбирайте для наших советов мудрых людей. У мудрых людей добрые глаза. Мудрость определяется не тем, что человек очень круто выглядит, а добрым взглядом. Даже человек может быть простой. Он не обязательно какой-то там философ или психолог. А простой человек просто может быть. С добрым взглядом он вам даст правильный совет. Потому что если у него глаза добрые, то тогда Бог через них действует. А Бог знает больше всех. Спросите у простого человека, у которого есть сердце и любовь. И он вам ответит, поможет в жизни. Даст правильный ответ.